К нам готов присоединиться Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление. Александр, приветствую вас в эфире Фридома. Добрый вечер. Я вас приветствую. Ну вот только что мы увидели наши украинские дроны, которые эффектно, я бы сказал, эффективно отрываются от сил воздушных России. Но хотел бы вот начать наш разговор с неизвестных беспилотников, которые сейчас очень так успешно действуют на территории России и которые настолько загадочные, что даже сбитые средствами ПВО, если верить российским властям, тем не менее точно попадают по стратегически важным объектам России. В действительности какой-либо конкретики о характеристиках и типах этих беспилотников я не могу сказать, но, как мы слышали не так давно, Кирилл Буданов, глава ГУРМО, заявлял о том, что они запускаются с территории Российской Федерации. Поэтому я не исключаю даже того, что эти беспилотники могут быть одним из тех типов, которые можно купить в любом Алиэкспрессе абсолютно без ограничений. Ну а как их использует покупатель, который, возможно, даже живет в этой же самой Псковской области, возможно, это какой-то партизан, возможно, это какой-то недовольный российским режимом россиянин, ну и использует за своим предназначением. Кроме того, ГУРМО могло выйти с ним на контакт и пользоваться его услугами непосредственно в близости от стратегически важного места. Поскольку объяснить, каким образом беспилотник, который якобы по обвинениям российской стороны был запущен со стороны Украины, преодолел 700 километров и при этом не был поражен средствами противовоздушной обороны российскими, но это, как по мне, нонсенс, ведь все же знают, что российские системы противовоздушной обороны, они самые лучшие в мире и не имеют аналогов. Хотя, конечно, видео, которое вы продемонстрировали в самом начале, как преследовали ударные вертолеты, один из украинских беспилотников, ну, почему-то заставляют усомниться в этом утверждении, что это не имеющий аналогов в мире всей системы. Ведь хочу отметить, средняя крейсерская скорость у таких небольших беспилотников, она составляет около 150-180 километров в час. И вертолетам, а также истребителям, тем более, не составляет, в принципе, труда в перехвате таких объектов, как посредством своих пушечного вооружения, автоматических пушек 30-го миллиметра, 30-го калибра, так и использованием соответствующих ракетных средств. Но тут, мы, как видим, ни первое, ни второе не помогло. Но возникает соответствующий вопрос, а все ли нормально с системой наведения огня и системой управления огня у данных ударных вертолетов и истребителей? Да, действительно, возникает много вопросов относительно этого. Александр, также мой коллега, говорил о потерях противника. И вот, в частности, вы обратили внимание на то, что в августе 691 установка артиллерийская была уничтожена. Но вот сегодня первый день осени, как раз принято подводить итоги. И 691 установка не сможет обстреливать как наши позиции, так и гражданские объекты. Мы знаем, что такое постоянно, ежедневно буквально встречается в населенных пунктах, которые близко к линии ведения огня находятся. Но вот все-таки динамику вот такую, как можете оценить уничтожение арт-установок? Сама по себе эта динамика началась с мая месяца. Именно с мая начался резкий рост уничтожения артиллерийских установок, ствольных, в первую очередь, российских оккупантов. И май, июнь, июль – это были рекордные месяцы. Август стал абсолютным рекордом по количеству уничтоженных арт-установок. О чем это говорит? Это говорит о том, что силы обороны Украины сейчас достаточно плотно взялись за уничтожение именно данной компоненты. Почему? Потому что артиллерия, она традиционно в российских оккупационных войсках играет решающую роль при как наступлении, так и ведении оборонных действий. Без достаточного количества артиллерия российские войска, которые многое унаследовали от советских войск, они не могут ни наступать, ни обороняться. Для нас сейчас очень важно, особенно в Запорожской области, взломать российскую оборону по второй линии. И, соответственно, воздействие на их артиллерийскую компоненту является очень важным элементом. И по мере того, как мы видим, что действительно устанавливаются рекорды по уничтожению ствольной артиллерии, кстати, это не только данные из Запорожской области, это по всей зоне боевых действий за август. И эти данные, это официальные данные, озвученные Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. И этот показатель, он демонстрирует то, что параллельно уничтожает, чем больше уничтожает артиллерийских установок, чем больше создавает дефицит этой компоненты в зоне боевых действий, тем успешнее развиваются наши атакующие уже действия, наши наступательные действия. То есть мы прорываем их оборону, а они не могут оборону держать. И аналогично наоборот, на тех участках, где они пытаются наступать, например, Лимана-Купинская ось, это наступление фактически захлебывается до того, как приходит в какую-то решающую фазу. Если продолжить тему потерь, вот за сутки 23 танка и почти половина, да, именно на Лимана-Купинском направлении, если уже продолжать тему Лимана-Купинского направления, снова в сети телеграм-каналы публикуют много видео с российскими пленными. И отмечу, что 20 человек на одном участке было взято именно на Лимана-Купинском направлении. То есть мы, если говорить о том, что россияне там пытаются наступать, а мы берем еще и пленных в этот момент, о чем это может говорить? Ну что, наступление идет по плану, можно так сказать. Ну, относительно того, что танки уничтожено большое количество, тут вот тоже ровным счетом нет ничего удивительного, поскольку это демонстрация как раз того сюрреализма, который происходит в российской армии. Дело в том, что они наступают на Лимана-Купинской оси войсками, группой войск, у которых в первую очередь оборонный функционал. У них недостаточный функционал для наступления. То есть с чем это связано? Это связано с тем, что у них подразделения не имеют полной штатной комплектации. В частности, самая критическая ситуация у них как раз с ББН. Это бронетранспортеры, это БТР, это БМП, это БМД. Вот с этими категориями у них нехватка почти 80%. Штатная комплектация составляет примерно 22% на подразделения. И тут самое интересное. Именно мотострелковые подразделения, вооруженные, опять-таки, имеющие на вооружении ББМ, они наступают в первом эшелоне традиционно. То есть в первый эшелон наступают именно они. А танковая компонента, она уже их поддерживает огнем. Но поскольку у россиян оборонный функционал на Лимана-Купинской оси, группа войск «Центр» и группа войск «Запад», они вынуждены в первом эшелоне выводить танки для наступления. Это нонсенс, это парадокс, так не делается. Но другого выхода у них попросту нет, потому что у них критическая нехватка именно мотострелковой компоненты по ББМ. И мы видим соответствующие, конечно же, результаты. И, знаете, Александр, все в сравнении познается. Вот говорится о том, что сейчас на Лимана-Купинском направлении как раз сосредоточена наибольшая группировка противника, численностью называли 100 тысяч даже. Я напомню, что 24 февраля 2022 года на наших границах 150 тысяч. Вот такая группировка была. Вот сейчас о чем могут сказать такие цифры? Фактически то же самое, но на одном направлении. Ну и результат. Мы уже к Харькову подошли, тут как бы вопрос возникает логический. Нет. Они ведь свое наступление на этой оси начали в конце июня. Оно развернулось в конце июня. Какой результат за фактически, ну, за два с хвостиком месяца? Результата нет. В направлении Лимана они продвинулись, в направлении Боровой продвинулись и отступили. В направлении Купенска совсем немного по полям и по лесопосадкам у них есть продвижение. Но по населенным пунктам, по основным каким-то критически важным локациям вообще стоят на месте. При этом несут колоссальные потери. Да, сто тысяч, это правда, там нелегко, там очень серьезная ситуация, очень сложная ситуация. Но отличается она тем, что опять-таки возвращаемся к функционалу. Если у подразделения нет функционала наступательного, возможности наступать, то его наступление завершится колоссальными потерями и очень низким коэффициентом полезного действия. Очень низким эффектом. И это мы видим. Они несут колоссальные потери, продвигаются там буквально микроскопическими шагами. И при этом, да, группировка сто тысяч. Они еще долго могут вот так вот на одном месте топтаться, могут до конца осени топтаться. Хотя, мне кажется, намного раньше произойдут по Лимана-Купенской оси куда более интересные события уже не в пользу российских оккупантов. Поскольку каждым вот таким своим наступлением, каждой своей вот такой вот атакой, они попросту истощают свой оборонный потенциал. В какой-то момент они не смогут даже оборону держать с учетом израсходованного ресурса. И вот когда этот момент наступит, ну вот тогда начнется самая интересная фаза происходящих событий на Лимана-Купенской оси. Идем к свежим новостям с северных границ Украины от наших белорусских, в кавычках, соседей добрых. Украинские военные усилили бдительность на всех позициях из-за учений ОДКБ, начатых 1 сентября именно на территории Беларуси. Об этом сообщил командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев и добавил, что украинские войска готовы ответить на любые действия, если они будут предприняты противником. Давайте услышим генерала и продолжим. Любые действия вражеской стороны, в частности проведение учений на их территории, это определенный аспект повышения опасности. Естественно, мы реагируем на любые изменения в обстановке. Командующим, командирам поставлены четкие задачи по усилению обороны государственной границы Украины и усилению бдительности на всех боевых позициях. Мы осознаем, что от врага можно ожидать всего чего угодно, но он должен понимать, мы всегда готовы к соответствующему реагированию. Так вот, по некоторым данным, подкупинским россиянам настолько тяжело, что они даже резервы перебрасывали с территории Белоруссии. Тем не менее, с 1 сентября там начинаются военные учения совместные. Как вы оцениваете вероятность каких-либо провокаций на севере, связанных с этими учениями? Провокации могут быть, безусловно, но угрозы войскового характера для северных районов Украины, северного плацдарма, я считаю, там это угроза минимальная, стремящаяся к ноль. А вот угроза именно провокации, например, некой диверсии. Причем не обязательно на территории Украины в приграничной зоне, а может быть определенная имитация диверсии по отношению к одним из подразделений членов УДКБ, к соответствующей той или иной стране. Аналогично может быть какая-то провокация, имитация провокации по отношению к белорусской армии. То есть вот не исключены подобного рода действия для чего? Для того, чтобы попытаться втянуть УДКБ в войну против Украины. Но опять-таки УДКБ это мертвый организм, даже я бы сказал так, мертворожденная организация, фактически не функционирующая, не выполняющая свои функции, ни разу не выполнившая свои функции. Даже в 2022 году, в январе, вот эта вся операция миротворческая в Казахстане, ну это было просто куром на смех то, что происходило. А если говорить о вообще исполнении статута УДКБ, то ни одна страна попросту, ни Казахстан, ни Кыргызстан, ни Армения, Армения тем более после 44-дневной войны 2020 года, это там Пашинян, он в целом уже зуб точит на то, что ему не помогли УДКБ и в первую очередь Россия. Ну и Таджикистан аналогично. Никто не предоставит свою армию, либо какие-либо свои ресурсы для войны против Украины. Войны, которая на сегодняшний день осуждается всем цивилизованным миром. Войны, которая, как уже известно, наперед можно сказать, что она проиграна России. Кто будет поддерживать Россию в ее проигрышной войне, при этом чтобы стать еще одной страной-изгоем и получить пакет санкций, но абсолютно ненужный и не дающий ничего кроме убытков. Ну я думаю, никто из этих стран попросту на это не пойдет, поэтому и риски минимальны. Вот Александр, кстати, я так поняла, что ДКБ еще интересно Путину в контексте того, чтобы усилить свою армию численностью, возможно, в том числе. Если говорить, например, о том, что сейчас с мобилизацией в России происходит, вот опять же наш ГУРМО заявляет о том, что ВРФ сформировала 25-ю армию, должна была усилить фронт, мы о ней неоднократно уже слышали, из дальних регионов, если я не ошибаюсь, хотели ее набрать. Но вот сейчас говорится о том, что она недоукомплектована и пошла даже не на усиление, а на замену. 41-й армии на запорожском направлении она находится. Вот с этой точки зрения, если посмотреть, тут-тут согласятся ли члены ДКБ дать своих военных для усиления Путина? И вот такие вот сейчас попытки усилить армию, собрать какие-то новые подразделения, там какая ситуация у противника? Нет, абсолютно не дадут. Не дадут они своих военных. Это же чревато санкциями, это чревато дипломатическим скандалом, это чревато много чем. Поэтому, ну опять-таки, и зачем? Ну, это непосредственное участие в войне. Это непосредственное участие в войне с какой целью? В проигрышной войне. Что же относительно ресурсов, то Россия на сегодняшний день не обладает ресурсом, который бы позволил усилить их группировки в зоне боевых действий. У них есть ресурс исключительно ротационного порядка. То есть, кого-либо заменить, какое-либо подразделение вывести и заменить его. Но никак не наоборот. То есть, если мы говорим о создании какой-то группировки, которая в то время, как одна часть ведет оборонные действия, то эта группировка сможет наступать по совершенно неожиданному направлению? Нет. Такой возможности попросту нет. Даже те новые подразделения, которые сейчас создаются на территории Российской Федерации, даже они имеют серьезную проблему с полной комплектацией как по личному составу, так и по технике. Подобная ситуация возникала еще вот в 22-м году. Был яркий пример. Третий армейский корпус. Хотели собрать 15 тысяч личного состава. За 4 месяца смогли собрать только 12 тысяч. Полностью укомплектовать техникой не смогли. И вот это вот недоразумение отправили в конце концов в Беларусь на прохождение подготовки на полигонах. А потом, через несколько месяцев, отправили уже в Украину. Вот это был ярчайший пример того, как они не смогли сформировать всего-навсего армейский корпус. А тут речь идет, например, об армии полноценной. Укомплектовать, сформировать, провести слаживание. Нет. Этой возможности сейчас попросту нет. И даже если у них начнется мобилизация, они там соберут 400, 450, 500 тысяч личного состава. Да, людей, например, они соберут. А как они сформируют из них полноценные подразделения? Это будет еще более худшая какая-то масса непонятных каких-то подразделений, непонятной комплектации, непринятного назначения, нежели было в конце 22-го года, после частичной мобилизации. И в начале 23-го года, когда из подразделений Шторм стали формировать подразделения Шторм-Зет. Ну и так далее, и тому подобное. Там есть еще территориальные войска, которые представляют собой очень интересный такой микс. Но в целом больше у них перспективы создания ударных, наступательного характера, группировок попросту нет. Знаете, в этом контексте интересная история с неким блогером Куршиным, задержанным на территории России. Достаточно одиозная личность. То есть он с 14-го года служил даже в армии Псевдореспублики Донецкой, имел доступ к каким-то военной информации, военным секретам. Так вот, его задержали. И задержали его буквально после того, как он написал о состоянии, материальном состоянии в армии России, плохом обеспечении, мародерстве, командирах. И вот о чем это может свидетельствовать? Моральное, материальное состояние армии страны-агрессора. Сейчас уже даже не просто генералов отстраняют от должностей, которые говорят об этом, а даже блогеров, которые хотя бы минимально заикнулись об этом, и тех уже в кутузку садят. О чем это может свидетельствовать? Ну, в России наступил 37-й год. Вот, в принципе, самое пустое пояснение. И тут вот в чем дело. Не просто даже генералы. Генералы – это на самом-то деле последние, кого могли бы тронуть и наказать за подобного рода правду. А вот блогер, как раз наоборот, банальный среднестатистический, гражданский, его бы как раз могли бы первого пустить в расход. Но получилось несколько иначе. Командующий 58-й общевойсковой армией генерал Попов, как только заговорил про проблемы контрбатарейной борьбы, его сразу отправили в Сирию. А вот блогер продержался как-то дольше. Сейчас скандал возникает на левом берегу Херсонской области с 205-й бригадой российских оккупационных войск, где колоссальные потери и командование просто гонят на убой целые подразделения, не считаясь человеческими жизнями. Никто не возвращается из какой-то локации, туда опять гонят подразделения, опять не возвращаются, на следующий день опять. И вот возникает вопрос к этим командирам. Они что не вытворяют у, соответственно, российских военкоров, а эти военкоры сразу же оказываются в черном списке и их начинают на КПП отлавливать. Собственно, 37-й цензурирование. То есть там сейчас все будет очень жестко с проникновением информации в их информационное поле. Но, что самое интересное, все это цензурирование, это еще большая клоунада, чем была до того, поскольку это очень сильно напоминает тот же самый Псков. Россия заявляла о том, что сначала там не было повреждено самолеты, сбили все объекты, потом получили повреждение 4 самолета, да говорите, как оно есть. Уничтожено, уничтожено как минимум 2, еще 2 повреждено, а по другой информации еще 3 получили повреждения, то есть, грубо говоря, до 7. И как вы это будете скрывать в эру высоких информационных технологий, когда у вас весь Псков как на ладони с учетом спутниковых технологий? И так оно и получилось. Российская пропаганда пыталась заявлять какое-то время про 2 поврежденных самолета, 2 поврежденных. А теперь полностью хорошо различимы фотографии 2 полностью уничтоженных, не подлежащих вообще восстановлению, не говоря уже о тех, которые получили повреждение. И так же самое с этой информацией о их потерях и ситуации в зоне боевых действий. Они пытаются ее скрывать, но у них ничего не получится, потому что мы живем в совсем другой эпохе информационных технологий. А вот Россия, точнее, режим, диктаторский режим России, который зачастую отдает подобного рода команды, он живет в прошлом. Это как рассматривать на ноутбуке фотографию с помощью лупы. Вот что это за методика. Так или иначе, а информация о том, что происходит в зоне боевых действий, с российской армией будет в Россию поступать. И не особо-то и радовать российских ура-патриотов. Спасибо, Александр, за ваши оценки. На связи с нашей студией был Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление.